Ну вот мы и в Вене приехали сегодня из Праги всего лишь на один день. Времени немного, но постараемся что-нибудь увидеть. Пока глаза не знают, куда смотреть, нос вполне отчетливо различает определенный запах. Связан он не с тортом Захера или кофе-меланж, а с неувидающим желанием туристов почувствовать себя на месте аристократов в веках 17-18 и посмотреть на австрийскую столицу из кареты. Вена сопровождает запах лошадок, потому что здесь это очень популярный вид транспорта. Правда не думаю, что местные им пользуются, скорее всего это все рассчитано на туристов, которые с удовольствием катаются даже за 40 евро. Первое впечатление о Вене было не таким, как я ждала. Ахового восторга не возникло. То ли это связано с долгой дорогой, из Праги ехать около 5 часов, то ли с моей любовью к старинной европейской архитектуре, которую поначалу в Вене оказалось непросто рассмотреть. Как-то в Праге поспокойнее, здесь и людей побольше, и в принципе по уровню шума намного шумнее. И очень много каких-то строительных кранов или заграждений строительных, что тоже не очень радует. А еще магазины с такими современными витринами тоже как-то отвлекают внимание от старинной архитектуры. Я считаю, нельзя портить современными вывесками и магазинами старинные здания. По крайней мере, так сильно. Пусть торговые залы будут занимать хоть все здание, но можно же обойтись без уродования фасады и окон. Находят же и другие города более деликатные способы продавать массе Матурти и Луис Витон. До второго этажа стекло вообще. Не видно просто того, что было построено в прошлом. В этом доме жил Фредерик Шопен, а сейчас три этажа этого дома занимает магазин. К счастью, повелители капитализма не до всего дотянулись своими золотыми ручками. Но вот, когда здания не так сильно испорчены витринами магазинов, гораздо лучше. Город действительно красивый. Извините, если я кого-то оскорбляю своей критикой такого прекрасного города, но в мире не бывает ничего идеального и надо смотреть с открытыми глазами. А говоря про Вену, я имею в виду смысл этих слов не только метафорический. Гуляя по Вене, нужно быть осторожными и смотреть не только по сторонам, но и под ноги. Все-таки лошади, лошадей здесь много. Пожалуй, надо выпить чашечку меланжи и съесть захер, чтобы почувствовать Вену всеми рецепторами. Знаменитая кондитерская, где делают торты захер. Там они выставлены на витрине, но можно зайти и попробовать внутри. Но захер это в русской транскрипции. А если мы будем заказывать, то нам нужно просить в Саше торта. Так-так-так. Собственно, его нам. И кофе меланж, пожалуйста. Удивитесь, но в Вене нет венского кофе, как и в Праге пражского торта. Это выдумки уже отечественных кулинаров. Захер вкусный, но шоколадный торт. А я небольшой поклонник шоколадной выпечки. Так что торт Моцарт из тарелки мужа пришелся мне больше по душе. Пожалуй, теперь можно и дальше погулять. Тем более, что времени совсем немного. Музыки хотелось слышать больше с каждой улочки и с каждого дворика. Но, видимо, день понедельника не самый популярный для уличных музыкантов. Так что хоть эти ребята не поленились выйти с инструментами. Всегда поддерживаю классических музыкантов. А вообще могло сложиться и лучше. Каждый день в храме Святого Петра проходят бесплатные концерты органной музыки. В 15 часов по местному времени. Но мы и добежали туда, как раз, когда народ расходился. По всей видимости, выступление длится не более 20-30 минут. Так что, увы. Но храм посмотреть стоит. Ах, как бы звучал здесь орган. С Венской оперой тоже соприкоснулись только путем осмотра здания. Знаменитая венская опера. Для меня это, пожалуй, один из самых главных символов Вены. И вот здесь, рядом со зданием, установлен такой большой экран. И сейчас на нем ничего не транслируется. Но говорят, что некоторые представления транслируются звуком. И вот здесь можно бесплатно посмотреть то, что идет внутри. Билеты можно купить прямо у входа. По крайней мере, я так поняла, после того, как возле нескольких театров нам предлагали ознакомиться с репертуаром и выбрать представление по душе. Еще такое интересное наблюдение. В Вене, возле концертных залов. Вот в данном случае, возле театра стоят молодые люди, видимо, представители этих театров. Они стоят с афишами, с папочкой. И каждому прохожему предлагают рассказать о том, какие постановки предлагают купить билеты на концерт. И отправиться в их концертный зал или театр. К сожалению, все концерты вечером. И мы не успеваем ни на один из них. В Вене мы совсем-совсем ненадолго. Поэтому в оперу не попадаем в следующий раз. А сейчас бежим рассматривать основные достопримечательности. И, может быть, встретим что-нибудь интересное. Я нигде не видела столько роялей в витринах, как в Вене, в центре города. Не надо ехать куда-то, чтобы присмотреть себе, например, Стэнвэй. Вена – это, конечно, столица музыки. И я не удивлена даже, что здесь так много магазинов с нотами или с музыкальными инструментами. Вот мы прошли буквально пять минут. Это уже второй магазин с инструментами, которые я вижу. Ну и, конечно, всякие легенды, традиции. Потереть, поскрести и обрести знания без труда. Угу, конечно. Памятник Гёте нужно потереть за носок, и тогда начнешь писать стихи. Что-то в голову ничего пока не приходит. Видимо, действия появятся позже. Вена оказалась весьма светлым городом. И солнце сыграло здесь свою роль, конечно, но и сами здания, не везде почерневшие. Они построены из песчаника, который со временем темнеет. Но австрийцы решили пойти наперекор окислению металлов в камни и почистили его специальными растворами. А нам, наконец, удалось найти местечко, не изувеченное магазинами. Ну вот она, Вена такая, какой я себе представляла. Без витрин магазинов, с величественными зданиями, с позеленевшими скульптурами. Здесь здание торговой палаты Европейского Союза. Там вдалеке здание зеленой крыши виднеется. Это здание городского театра. Если посмотреть еще чуть-чуть, с моей стороны правее там видны шпили, ратуши, величественное готическое здание. За памятником выглядывают колесницы. Это здание парламента, венчанное такими скульптурами. И если завершить наш круг, то мы выйдем на Триумфальную арку. Все вышеперечисленное совсем рядом. До театра и ратуши можно дойти минут за 10 через чудесный зеленый парк, где в сентябре как раз цветут розы. Я всегда думала, что европейские города это такие каменные, какие-то старинные здания. А они оказываются достаточно зелеными. Вот в Вене тоже очень много деревьев и есть целый парк, где цветут розы. Здесь очень здорово гулять. На дна и со спиной. Все равно снимаем этот ролик. Туристы из мегаполисов, не спешите бежать по этому парку. Подышите немного. А еще удивительно, но тут очень приятный воздух. Вроде бы столица страны, должен быть большой город, куча автомобилей. Автомобили действительно есть, но развиты также трамваи. Они просто мешают фотографировать здания. Их настолько много. Они все время либо стоят на светофоре, либо проезжают мимо. Но дышится при этом очень хорошо и легко. Да, тут, конечно, нужно не бегать, а гулять. Гулять долго, дышать. Слушать пение птиц, шум фонтанов и наслаждаться музыкой. Наверное, было преступлением приезжать в Вену даже без ночевки. Но пока получилось только так. Вот, кстати, и ратуша, шпиль, который, казалось, виднелись так далеко. А вот мы подобрались поближе к городской ратуши Вены. Неожиданно, но к ней ведет аллея из пальм. Ну, правда, они растут не из земли, это большие горшки. Но, тем не менее, в таком климате как-то было непривычно увидеть такие пальмы. Такая вот она Вена. Неожиданная и не во всем, на мой взгляд, гармоничная. А может, я просто заложен к стереотипам. Почему бы и не пальмы выставить? Вдруг кому-то не удалось к морю выбраться? Что касается сувениров, можно, конечно, и торт Захер привезти. Он хранится несколько дней и продается в удобных деревянных коробках. Но более неожиданным вариантом будет сумочка или кошелек, украшенный вышивкой в технике Fetit Point. Считается, что венские мастерицы в этом лучшие. А я бы увезла с собой маленький портретик принцессы Сиси для вдохновения. Принцесса Елизавета, или иначе ее называли Сиси, самая красивая женщина в Австрии. Так считают австрийцы. Блин, я на нее не похожа. Ну, не быть мне австрийской императрицей. Хотя и империи-то уже нет. А про Елизавету в 1955 году сняли фильм, называется Сиси. Старенький, спокойный, но про любовь, дворцы, с красивыми платьями и настолько незнакомыми нам придворными традициями. Очень здорово было посмотреть его в дороге на обратном пути из Вены. Жалко, конечно, совсем очень мало времени. Просто нереально мало времени. В Вену нельзя приезжать на один день. Можно даже не тратить на это свои силы и не пытаться за один день увидеть город. Все-таки здесь есть где погулять, есть красивая архитектура, есть интересные места. Конечно, если сравнивать с Прагой, Вена значительно дороже. И я имею в виду рестораны. Но, тем не менее, Вена без концертов, без оперы. Мне кажется, это не Вена. Так что, ну, не могу сказать, что мы сегодня увидели этот город. Так что, видимо, приедем сюда еще раз снова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok